Друзья, всем привет-привет! Меня зовут Арина Корчкова, мы сейчас находимся в Бразилии. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, как путешествовать самостоятельно. Неважно, парень вы или девушка, сколько вам лет, эти советы вам очень помогут. Поэтому поехали! Первый совет может показаться очень примитивным, но это важно. Важно знать хотя бы базы языка. Начнём хотя бы с английского языка. Если вы знаете только русский язык, проработайте, хотя бы нужно что-то уметь говорить. Но если вы хотите поехать в такую страну, как Китай, или если вы хотите поехать в Латинскую Америку, то нужно помнить, что во многих странах они разговаривают на английском практически. И в Латинской Америке, допустим, очень сложно найти человека, который бы говорил по-английски. Поэтому хотя бы какую-то базу изучите ещё до своей поездки. Может быть, там просто самые простые слова. Там, привет, как тебя зовут, как пройти, там, право-лево, где супермаркет, где туалет, где больница. Такие самые базовые слова вы не пожалеете. И в стрессовой ситуации, если что-то случится, у вас всегда будет возможность поговорить. Также накачайте себе переводчиков, которые работают оффлайн, чтобы уж если на всякий случай вы могли посмотреть, что-то перевести. Но всегда лучше знать базы языка, потому что, во-первых, вы прочувствуете лучше культуру, будете больше понимать людей. И вам будет намного-намного интереснее находиться в стране, вообще путешествовать, если у вас будет какое-то знание языка. Следующий пункт, перелёт, да, с одной остановкой в, скажем, Лондоне. И вы летите, допустим, Москва-Лондон, Лондон-Буэнос-Айрес, да. И если у вас длинная пересадка, то вам, возможно, это всегда зависит от человека, но, возможно, вам понадобится виза в лондонской. Это нужно обязательно заранее узнавать, потому что вас дальше могут не пустить, или могут быть проблемы, или что-то ещё. Один раз я так летела и не долетела до пункта назначения, потому что меня развернули и отправили обратно, и все деньги никто ничего не возвращает. Это была чисто моя вина, поэтому это обязательно нужно проверять. Сразу посмотрите все перелёты, посмотрите, есть ли у вас все нужные визы для этого. Следующий пункт номер три — это деньги. Деньги лучше всегда в путешествиях хранить в нескольких местах. Это на карточке, я всегда с собой вожу три карточки, и также кэш. Кэш лучше всегда хранить тоже в разных местах, потому что вы никогда не знаете, с кем вы встретитесь в путешествии, что произойдёт в путешествии. У меня в Латинской Америке украли целый огромный пакет с платьями и с туфлями. Такое случается довольно часто, вы не знаете, с кем вы ещё встретитесь в отеле, в хостеле, может быть, у вас сумку украдут. Поэтому всегда лучше иметь при себе денежки, и также чтобы была возможность оплатить через телефон по онлайн-карте. Тоже очень-очень важная штука. Пункт номер четыре. Если вы едете первый раз в своё путешествие, если вы ещё никогда не путешествовали, то, возможно, вы уже слышали много историй о том, что там, за границей, очень опасно. На самом деле, все люди, неважно в какой-то стране, это Китай, или Бразилия, или Аргентина, или США, Австрия, везде люди очень добрые, и если что-то случится, они вам всегда помогут. Поэтому не стоит переживать что-то, думать, вот, он мне сделает это. Нет, всё будет замечательно, всё будет потрясающе, классно, суперски. Просто доверяйте людям, но всегда, конечно, нужно проверять и следовать своей интуиции. И обязательно, если вы едете в какую-то страну, в которой не очень безопасно, допустим, это там в Африке или в Латинской Америке, лучше всегда заранее прочитать правила и, ну, понимать, что можно делать, что нельзя делать. В таких странах, допустим, нельзя гулять во время сиесты по городу одному, если вы особенно девушка, либо нельзя по ночам гулять одному. Но также, в принципе, не нужно это exaggerate, да, не нужно прям делать из мухи слона, потому что в России вы тоже, наверное, не гуляете, да, по подворотням в тёмной ночи вот так вот с айфоном в руках. Поэтому нужно просто быть немножко аккуратнее с этими моментами, но неважно, куда вы едете, всё равно, если вы совершаете какие-то там меры безопасности, да, соблюдаете меры безопасности, то обязательно всё будет замечательно и будет здорово, если также в вашем первом путешествии вы поедете либо с подружкой, если вы хотите прям поехать соло-соло, да, путешествие в одиночку, всё равно встречайтесь там с кем-то, чтобы первые дни вы не чувствовали себя скованно, чтобы вы почувствовали, что всё, уже более или менее комфортно себя чувствуете, и дальше следующее путешествие вам будет даваться намного проще. Следующий пункт номер пять. Как можно поближе познакомиться с культурой, как можно поближе познакомиться с традициями, с людьми вообще в стране, если вы едете один в путешествие? На самом деле это самая классная возможность познакомиться с культурой, потому что если вы едете с друзьями, вы в любом случае будете проводить больше времени с ними, и если вы едете один, то у вас не будет другой возможности, вам придётся познакомиться с людьми. И для этого существуют такие приложения, как Meetup. Это замечательное приложение, оно показывает, какие есть... Ну, это не то чтобы клубы, это скорее вот... Да, люди встречаются, там они могут рисовать вместе, гулять вместе, ходить в горы вместе. Там всё поинтересно, да, вы выбираете интерес, затем место, где вы хотите это найти. В больших городах очень многое случается в Meetup, это практически каждый день. И это очень интересная возможность познакомиться ближе с людьми, с людьми. Попрактиковать язык, да, если вы едете практиковать язык, не обязательно ехать в языковую школу. Следующий момент — это каучсерфинг. Каучсерфинг — это такое приложение, где вы можете бесплатно остановиться у какого-то... У человека из другой страны, да. Это не значит, что это будет райское место. Вам могут просто предоставить кровать. Мне однажды предоставили... Ну, это было не то, чтобы кровать, это была сломанная раскладушка, вот. Но самое главное, да, в каучсерфинге — это то, что вот ты делишься опытом с человеком, и человек делится опытом с тобой. Можно сходить куда-то вместе, да. Не нужно слишком так думать, что всё, там человек тебе предоставил это всё, это был его выбор. Нет, можно какой-то презентик ему подарить, да. И таким образом можно глубже, на самом деле, узнать культуру, потому что чаще всего каучсерферы потом продолжают общаться, продолжают вместе ходить там в кафешке. Или каучсерферы часто показывают город, помогают разобраться вообще со всей этой системой, как это всё там устроено в городе, в этой стране. И действительно, если хотите прочувствовать больше культуры, общайтесь больше с местными, и никакая языковая школа не даст вам такой опыт, как вот если вы будете встречаться с людьми по интересам в другой стране. Если вы едете в другую страну, то я очень советую вам прочитать про неё как можно больше. Я в первое время раньше очень-очень много всего читала, сейчас уже нет такого, что... Ну, то есть я, бывает, часто просто уезжаю, не знаю, куда я еду, не знаю, что будет, но просто это случается потому, что я очень резко срываюсь с места и еду. Но если это действительно какое-то путешествие, которое я долго планирую, то я, и если времени немного, лучше всегда проверить всё, прочитать, куда вы хотите, выписать места. Не обязательно покупать сразу там жёсткие билеты, вот сначала туда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Нет, всё это на месте можно решить. Но есть такие места, допустим, если вы хотите пойти на Саграда Фамилия в Испании, то там за 10 дней покупаются билеты, за 7, за 10 дней. И если у вас есть какие-то вот такие места, которые вы прям обязательно хотите посетить, обязательно посмотрите, билеты за сколько покупаются, можно ли купить день в день, или там большая очередь, или как. Вот, то есть лучше всегда прочитать, потому что если вы едете первый раз, чтобы у вас хотя бы немножко стресс ушёл, и было проще ориентироваться уже в новой стране. Следующий момент — это волонтёрство. Я в своей новой книге посвятила целую главу, вот именно волонтёрству. Это потрясающая возможность. Я, когда мне было 13 лет, первое в своём путешествии, соло, да, путешествия, начинала именно с волонтёрства. Мы ехали в Турцию, работали там. В первом моём проекте мы были просто, учили ребят английскому языку, и во втором проекте мы строили, ну, в общем, украсили стены, делали дорожки, строили дорожки, да, садили деревья. Всё это было в школе для детей начальных классов, вот, и там действительно я раскрепостилась, почувствовала, что мне нужен язык, да, что я хочу путешествовать. Уже там с ребятами мы дальше там ходили, там тоже по ночам смотрели на прекрасную Турцию, вот. И если вы первый раз едете, то, возможно, волонтёрство будет для вас потрясающей возможностью. И чтобы побольше прочитать о волонтёрстве, вы можете найти много волонтёрских проектов в интернете. Есть волонтёрские проекты платные, есть бесплатные, есть, где вы платите взнос, да, это всё тоже нужно изучить. Бывают достаточно дорогие волонтёрские проекты, и я на такое не подписываюсь, потому что если ты работаешь, то тут ещё, ну, дополнительно за это много платить, я, ну, не очень понимаю этого. Но действительно есть много классных возможностей, где ты живёшь там две недели, да, тебе дают еду, ты, у тебя есть место, где спать, ты живёшь с другими ребятами из-за всех стран мира, ты чему-то учишься, что-то делаешь, работаешь там пять часов в день, да, что, в принципе, не так много, и в остальное время ты узнаёшь культуру, узнаешь традицию. Это потрясающая возможность. Пункт номер семь — это гранты и стипендии. Гранты и стипендии — это потрясающая тоже штука, и тоже в своей книжке, кстати, ссылку я оставлю внизу, я об этом писала. Писала о том, как написать выигрышный эссе, как вообще разобраться, какие, так сказать, с темой, да, это вот я именно про эссе писала, про то, как с помощью эссе можно выиграть гранты или стипендии, потому что и я, и мои ученики уже выиграли несколько стипендий в Великобритании, в Европе, в Амстердаме и так далее, и в США. И поэтому я поделилась этим знанием в книжке, но здесь тоже вам скажу, что есть достаточно много конкурсов, их просто нужно поискать. Сначала ищите на русском, потом ищите на английском. Возможность поехать учиться за границу, тебе все оплачут. Возможность поехать и работать, либо возможность проводить исследования в другой стране. То есть огромное вообще, можно заработать деньги. Там бывают конкурсы на 2000 евро, на 10 тысяч евро, там на миллион рублей, да, и действительно можно много всего интересного найти, просто нужно искать. Я сама делаю так, что я для своих учеников пищу эти конкурсы, и, ну, для себя тоже. И раз в месяц я сажусь и вообще просто вот так вот на английском, на русском все просматриваю и выписываю. Если что-то нахожу, выписываю, отправляю, мы начинаем готовиться, если это студентам интересно, да, и это, во-первых, возможность подтянуть ваши языковые знания, да, потому что эссе бывает не только там на русском, но и на английском, и часто на испанском, немецком и так далее, вот. А во-вторых, вы действительно учитесь выражать свою мысль, учитесь правильно, красиво писать. Это потрясающая штука вообще. Участвуйте, и, возможно, у вас получится выиграть действительно классные призы, как у многих моих студентов, это были и стажировки, и денежные призы, и поехать учиться в Англии на две недели, и поехать просто путешествие на пять дней в Нидерланды. Очень много всего интересного есть. Исследуйте эту тему, и я уверена, что у вас всё получится, и это будет потрясающим стартом для соло-путешествий. Очень важный пункт, пожалуйста, соблюдайте его, даже если вы не в первый раз едете, потому что это must-have просто, который я пару раз нарушала и столько раз об этом жалела. Это всегда, всегда, всегда выписывать все адреса и все номера в отдельную книжечку, потому что телефон может выключиться, компьютер могут украсть, телефон могут украсть, и вы не знаете, куда вам ехать, где у вас там был зарезервирован Airbnb, кому позвонить, куда ехать, что. И вот постоянно такое получается, что потерянный, не знаешь, что делать. И если бы вся эта информация была здесь вот написана, то просто достал, всё, посмотрел, поехал, спросил у людей, тебе помогли. Если этой информации нет, если билеты не распечатаны, то это постоянно приходится лазить куда-то, что-то смотреть, что-то искать, телефон выключился, идти заряжать. На это часто бывает времени, нет, очень торопишься, и поэтому всегда лучше всё это иметь при себе, распечатанное, выписанное и так далее. Следующий момент, пункт номер восемь. Пожалуйста, если здесь среди вас есть очень честные люди, выключите это видео или перемотайте, но я вам сейчас расскажу такой секрет. Очень часто, если вы путешествуете по Европе лоукостерам, то у вас, получается, билеты, у меня самый дешёвый билет выходил в восемь евро, из одной страны в другую, причём пролетало пол Европы. Вот. И очень часто туда не входит багаж. Если вы покупаете багаж, то это сразу там стоит, допустим, плюс четыре тысячи рублей. Вот. И тогда уже билет не кажется таким дешёвым. И тогда я путешествовала вот с этим вот рюкзаком. Вот он. Вот. И так получалось, что там по весу он, ну, совсем не проходил. То есть у меня, если вес нужен, там, восемь килограмм, да, это чаще всего, у меня вес был намного больше Тараса, во-вторых, у меня ещё были пакеты, что непозволительно на лоукостерах. И в таких случаях я просто теряюсь в толпе, в которой стоит вот эта вот очередь людей, да, и я теряюсь и быстренько прохожу. И несколько раз у меня это получалось. Несколько раз, один раз. Я была в Испании, и мне начали, я уже зашла в трубу, и вот девушка, которая всё это проверяла, она мне начала кричать там «Лэйри, лэйри», я не откликаюсь, она мне «Сеньора, сеньора», я не откликаюсь, просто не поворачиваюсь, я быстро иду, уже захожу в сам самолёт, сажусь, всё кладу на полку. И, ну, на тот момент у меня не было денег, я ещё не была в институте, то есть это не то, чтобы у меня их не было, на то, чтобы отдавать лишние там 5 тысяч, да, за багаж, за два пакета, у меня не было этих денег, поэтому я быстро скрылась в самолёте. Это, конечно, не самый лучший лайфхак, но я думаю, он тоже может вам помочь. Либо вы можете, если вам какую-то вещь нужно, не влезает у вас кофта, сумка, я не знаю, то вы можете попросить у людей и сказать, что вот, извините, у меня перевес, не могла бы я положить в вашу сумку, да. Чаще всего люди говорят «да», вот, но, допустим, в каких странах, если вы летите из Колумбии в Аргентину, ни один человек у вас не возьмёт, потому что в Колумбии всё очень хорошо, тщательно проверяют на запрещённые средства, поэтому это всегда тоже зависит от страны и от людей, с которыми вы полетите. Друзья, это всё, что я сегодня для вас подготовила. Мне показалось, что вот эти пункты, они самые основные, что используя гранты, стипендии, конкурсы, с помощью волонтёрства вы сможете путешествовать. Во-первых, это будет очень бюджетно, бесплатно, или, возможно, даже вам заплатят, или вы можете выиграть какую-то стипендию, поехать куда-то учиться. Просто нужно заранее всё это проверить, выписать всю информацию, выписать номера телефонов, деньги всегда хранить в разных местах, на всякий случай. Вот. Если у вас есть что-то добавить, обязательно напишите внизу, потому что, я думаю, соло-путешественникам, которые хотят поехать в первый раз, будет очень интересно почитать. Поделитесь своим опытом, возможно, я для себя тоже что-то новое подчеркну. И мы сегодня с вами были в Бразилии. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока! А слышал ли ты о курсе по испанскому языку El Camio? Это целый месяц творческого изучения языка. На данный момент есть уровень начинающие и продолжающие, ежедневная поддержка кураторов, эффективные индивидуальные занятия, интересные задания, группа единомышленников и библиотека с простым объяснением, в сложной громаде. Количество мест ограничено, поэтому скорее записывайся на следующий поток, чтобы научиться готовить вкуснейшую паэлью и эмбанадос, понимать песни Шакира и Эндрике Глессиеса и разговаривать с людьми из 23 стран мира. Ведь уже всего через 5 недель ты прочитаешь книгу в оригинале на испанском языке, посмотришь сериал из Испании, напишешь стих и песню на испанском языке, а также выучишь от 400 до 1000 слов всего за 3 дня. Скорее записывайся, мы ждем тебя. Есть больше информации на сайте tripsteps.info, а также в аккаунте в инстаграме. Все ссылочки я оставлю внизу. Увидимся на курсе.